ну всем привет парни ну не только парни девушки и парни всем привет короче с вами ну бас айс мы продолжаем прохождение золи новеллы когда площадь и к д мы точно можем туда зайти сегодня посетителей женщин здесь нет никаких проблем женские унитазы да да они в конец охренели без малейших колебаний потные парни ринулись девичий туалет и там их поджидала малая девочка от неожиданности парни застыли в причудливых позах и котен сама замерла захваченная врасплох и когда ее притворщица да это также задумано безусловно не стоит недооценивать ее природную хитрость тонуки мы все объясним барышня мужском туалете опасно мяу и мы хотели бы совсем недугая воспользоваться вашим мяу мяу мы поступили совершенно нечислила и прав братцы никогда бы не догадался насколько мощно оставляют вспомнить о правилах поведения девочка одиноко стоящие в женском туалете кто бы не зашел себе сил отпихнуть ее спокойно сделать свои дела вот и вышел у них весь запад значит вот на их месте скажем я в по-настоящему клубном режиме я бы не постеснялся отпихнуть реку тянут сторонку исправить нужду ну и как же вы теперь поступите толстячки вы еще не уплатили сполна за беду шоу коль вам плохо я могу помочь же о вельным благодарю можете ли можете пройти в туалет на улицу я вас отведу же немного благодарю мяу пошли пошли а то получится как после групповой клизмы мяу в реку тянут шелку Айкетянка, выходу из ресторана. Выход, Кеть-кун. Давай же, добей их. Ага, с удовольствием. Распростёрши руки, я встал у выхода, заградив им дорогу. Ты чё? У нас тут вышная боя-тревога. Так же, ртресы, вы, конечно, понимаете, что станете, ступи его хоть шаг за две. Ты чё, мельш, мя? Давай поклядь на билетики. При покидании ресторана повторный заход воспрещён, вот. Пользуйтесь любым туалетом, каким захотите, но стоит вам пройти через дверь, вы уже никогда не вернётесь. Буф. Мы тебе припомним. Не расхотелось показывать дорогу таким грубым дядям же. Прежде попытавшейся уйти обратно Айкетян во вражеском стане начался переполох. Им оставалось только стать тише водой ниже травы, построив за ней в очередь тихо идти дальше. Официантки выстроились их проводить. Спасибо, что сегодня нас посетили. Ещё вернёмся! Зляк-зляк. Захлопнувшись от двери, зазвенело подвеском. Мы выиграли! Чистая победа! Ахахаха, справились, да! Огон охлопнулась, атака по ладони. Фю, да одному мне те парни по зубам, но вместе с вами вы лучшие! С такими-то, да, они справятся. Хоть бы и в одиночку. Учиться вам ещё учиться, Кейт-сан. Стыд берёт признавать, но сатака права. А, чёрт. Когда-нибудь я смогу, не стыдяясь, стать рядом с ними, как равный. Как же всё-таки хорошо, что мы смогли защитить сестричку Митян. Теперь никакой злюк её не обидит. Замечательные у вас друзья, сын Адзаки-сан. Старшая официантка улыбнулась. Шо он же потрясённо глядела на ту... То на нас, то на брюкиши, наконец, пакуй-зал. Вы это всё ради меня? А, краснее то ли от стыда, то ли от счастья Шо он убежал на кухню. О, Шитян такая миленькая, точно двойняшка, ау. Шо он из своей стеснительности не может просто так нас поблагодарить. Хоть и устроили показуху, рад, что мы смогли ей помочь. Понимает ли, сын Адзаки-сан очень вам благодарна. Я также выражаю вам благодарность от имени всех официанток. Хлоп-хлоп-хлоп. Нам захлопал весь ресторанный зал. Хлопали официантки, громко рукоплескали приличные посетители, просто хотевшие отъедать десертов. Экотян вернулась, когда мы уже наелись десертов и принялись заполнять анкеты. Молодчага! Ну, получилось? Ты как-то долго. Прошу прощения же, потерялась, пока шла обратно. Ха-ха-ха-ха-ха. Экотян постоянно теряется, потому как ходит где ни попадя. Интересно, каким образом она смогла потеряться, попросту отведя тех до ближайшего туалета? У каждого есть свои слабости. Зато руки куда больше достоинств. Твоя правда. Как она себя вела в уборной? Ха-ха-ха. Блистательная игра. Кейти. Тогда был такой грубый. Думал, что она на их месте. Думал, что на их месте он бы меня отпихнул, да воспользовался женским туалетом. Э? Неужели опять мысли на лбу показывал? Кейти Кун-то такой бесстыдник. Ну, меня... Ха-ха-ха-ха. Поймали Кейти Кун-то. Сейчас-то мы смеемся, но позже мне в руки попалась одна статейка. В горах провинции Ехиданагина десятира неизвестных. Они утверждают, что прошлись немного пешком из города Шибоны в поисках туалета. Однако до упомянутых гор оттуда несколько десятков километров. Прочитав ту, я понял, насколько страшна может быть Рик Котян. Я наелся же. Спасибо за сегодняшнее приглашение. Что, уже домой? А могли бы остаться подольше. Мы же как раз перебирали шкаф. В такой комнате даже матрас не постелишь. А, действительно. Чёрт, несовременно, видать, вызвал. Не с вовремя. Ого! Когда Рена позвонила, те как раз прибирались в комнате. Но всё равно поспешили сюда. Ладно уж. Делов-то промедление не терпело. Дело-то. К тому же мы смогли съесть множество вкусных вещей. Чем очень довольны. Спасибо вам за сегодня. Простите за нежданный вызов. Передавай Шон привет. Позвольте же вас оставить. Приятно провести время, Рена Сан. Ага, ладушки. Свидимся. При поднятом настроении пара девочек покинула ресторан, перекидываясь шуточками друг с другом. Да, уж, прикольно они, конечно. Победили. Ха-ха-ха. Мы с Реной обсуждали вкусы различных десертов, когда шо он пронесла нам кофе. Хм, а те две малютки уже ушли? Удержать смеха по той причине, что Шон окрестил их двумя малютками не удалось. Хе-хе-хе-хе, да они там пошли прибираться у себя дома, чё-то такое. Шон понесла кофе на четверых. Мне рассказали старшие, похоже я достроил вам большую заботу. А вот и нет, ты же в беду попала, Шейтян. Ага, можно называть тебя Шейтян. Совсем как Митян, мило же. Ах, ну пожалуйста, в разговоре с Реной Шон как-то не мнётся. Должам и беспокоить, что я разговариваю природно, чутко Рену, зная от ними он. Поставив на стол две чашки, она сообщила, что скоро смеется и поспешила вернуться на кухню. Она ко мне холодна. Посчитала, что я слишком с ней дружелюбна. Тесняются, вот и всё. А ведь они точно, как две капли воды. Настолько похожи, она словно Митяна есть. С виду, то их их прям не различить. Но вот внутри они совершенно разные. Интересные они, близняшки. Думаешь, Кейтикун. А я бы сказала, что и внутри они одинаковы. Оба замолчали. Рена уставилась на завидке молока в кофе. Безмолвия убесно давила на грудь. Казалось, её слова прозвучали чуждо. Будто оляпну что-то не то. Так неуютно стало. Рена. Помнишь, ты сегодня сказала, как Мион кто-то ранил? Неужели ты такой сказала? Не придуряюсь. Безмолвия сказала по дороге домой со школы. С дурашным смешком Рене снова ответила, что не помнит. Вот я не особо смышлён, всё же догадался, что пытается та поведать. Она хочет сказать, что Мион ранил я. Но когда? Да. Правда я? Слушай, предположим, такое вправду случилось. Но ты же понимаешь, что я ненарочно. Продолжил беседу, осторожно легая, намёком на мысль, что Мион ранил я. Да. Уверена? Не думаю, что Кейтикон поступил так нарочно. Рена также не стала говорить о моей вине прямо. Что подтвердило её лучше некуда. Как не знаю, но, видать, Мион я всё-таки ранил. А Рене сердится, что я того не замечаю. Не думал, лишнего Рена вовсе не сердится. Прочитав мои мысли, Рена заулабалась мягче обычного. Просто как бы сказать, дело сложное. Если я в чём-то неправ, так почему не сказать прямо? Прости, но иногда я бываю непроходимо туп. Если мне следует извиниться за что-то, так я хочу всё её знать, чтобы как можно скорее исправить ошибку. Не думаю, что ты сделал что-то плохое. Если глянуть иначе, то дело скорее в мимитян. Возможно, несправедливая как раз она. Рена, ты говоришь загадками. Прости, но я ни малейшего хрена не уразумел. Понял одно. Мой бездумный поступок очень сильный, Мион поранил. Рена, прошу, Мион, одна из моих лучших друзей. Я не хочу как-либо никаких-либо недомолвок. Скажи же, как именно я её ранил. Не стану. Сам догадываюсь. Рена всё-таки всё так же улыбалась, но слова и озвучали пощёчиной. И несгибаемость с меня огорашивает. Я потому спросил, что сам никак не возьму в толк. Неужели не ясно? Непроизвольно сорвалась она грубость. Рена едва приподняла брови, но сразу стала вновь безмятежной. Хочешь дам небольшую подсказку? Сойдёт? Спасибо. Прошу, подскажи. Рена поискалась рядом Шилон. Так, у него до сих пор не уверена, что его носилось между столиков по заказам. Если Шитян скрутит волосы хвостик, от Митян её станет не отличить. Так? Тогда? Если Митян распустит волосы, станет ли она неотличима от Шитян? Пожалуй. Но при чём здесь? А если все разговоры про её сестричку есть неправда, на самом деле Митян ею притворяется, как думаешь? Такая проницательность не верится с привычной картиной Рены. Не знаю, следует ли с ней согласиться, но поповано точно у яблочко. Извини за ответ вопросов на вопрос. Если, как ты сказала, Мион правду изображает из себя Шилон, то с какой целью? Помолчав, она посмотрела на часы. Вот о том-то тебе и надо подумать. М-м-м, пожалуй, я тебе даже слишком прозрачную подсказку дала. Ау. Поговорив за угощение, Рена поднялась. Извини, мне пора идти в один магазинчик. Можно сказать, Шитян, как я глубоко извиняюсь за то, что даже не попрощалась. Ага, передам. Прости, а? Рена сполучевая. Прости за злость. Ни один Кейти Кун виноват. Я попросила передо мной прощения, но простить прощения вообще-то мне следовало. Вряд ли Митян до сих пор так же переживает. Поэтому, думаю, можешь просто забыть. Но как я сама девушка, хотел бы, чтобы ты сам понял, что сделал не так. И попросил у нее прощения. Ау. Врубив миленький режим, она весело направилась к выходу. Раздумья мои прорывал шлепок по плечу. Ждать пришлось, верно. Эй, я все. Шон переоделась в уличную одежду. Засмеявшись, она пожаловалась о том, как устала за день. Большое за сегодняшний день спасибо. Столько разной вкусностей съел. Нашим тоже понравилось. Да, пожалуйста. Рад, что вы хорошо провели время. А где та девушка, с которой ты болтал? Сказала ей пара в магазин и извинилась, что не успела с тобой прощаться. Вот так. Ну как, пошли? Моя смена закончилась, оставаться тут не желаю. Мы шли прогуляться без какой-либо цели. И много времени присудил внутри, так что и сам хочу подышать свежим воздухом. Только по выходу из ресторана я заметил, что уже поздний вечер. Охо, смеркается, погляди-ка. А ведь обещала, что закончу пораньше. Шон выглядела раздоса мной тем, что свободного времени у нас почти не осталось. Ну и ладно. Хоть немного, зато можем спокойно поговорить. И шон пошла по усаженной деревне дорожки от станции. По пути все чаще встречались идущие домой конторские служащие. Так, возможно мне пора бы представиться. Как-никак, с той внезапной первой встречи, когда ты принял меня за сеструху, мы так и не удосужились познакомиться ближе. В ответ я смог лишь изобразить какое-то подобие улыбки. Меня зовут Санадзаки Широан. На сеструху я похожа только внешностью. Сеструха грубая, нахальная, но вот я прилежная и спокойная. Припомнился недавно разговор с Реной, когда сказала, что внешностью сходные, но внутри различные. То Рена отвечала нет, и внутри они одинаковые. Не знаю, как она угадала, но Рена поняла, что Шион есть Мион. А даже поведала, что я Мион ранил. Рена дала лишь одну подсказку, почему Мион изображает Шион. Так и что тебе Мион обо мне говорила? Похоже, Кейтян она обожает, только и делает, что про тебя говорит. Рассказывает о клубе, как она тебя в пух и прах избивает, как ты ей плачешь той же монеты, совсем как мальчишка. Сильно вы близки, видать. Совсем как мальчишка. Шион как будто подобное говорила однажды. Кейтян, так ты не считаешь сеструху девушкой, да? Неужели как раз это Мион и задело? Да ну, Мион же сама сказала, что хотел бы родиться парнем и не признает всяких девичьих штуковин. Кейтян, тебе, кажется, почему-то не весело. А, нет, нет, очень даже наоборот. Нисколечки не умеешь скрывать, а соврать все равно пытаешься. Ну как тебе не любить за такое? Она легонько хлопнула меня по лбу. Шо он вообще развлекалась? На мне думалось только про то, как же я ранил Мион. Вот ведь загадку подкинула Рена, а? Гляди-ка, ну разве не красота? Ты, парень, как по-твоему, красиво? Э, Гия, да, великолепно! А я показываю на ветряной, что он знакомил меня с магазинами, в которых я никогда не бывал. Она не просила что-либо ей купить и скучать не давала. Мы просто гуляли, болтаясь друг с другом, без застенчиво зашли в несколько магазинов и вышли, ничего не купив. Интерес мой не угасал, хотя разговор ввелся все про незнакомые вещи. Отличная рассказчица, как видно. Кейтян, а ты так в первый раз? Ага, первый. В жизни бы не посетил такие места, если бы я не завела ты. Да, я не про то, а я вот про что. Чё? Внезапно шанс схватила меня за руку, и я чуть не подскочил. Ты не пугайся так! Чё смущаешься, держаться за руки с девушкой? Она влевала на меня с припорной сердитостью, и в то же время игрива. Да-да-да, я-я-я ничего. Хочешь держаться, держись хоть двумя руками? На! Хе-хе-хе, с Кейтяном не заскучаешь. Похоже, я поняла, почему сеструх тебя обожает. Раз тебе не нужна моя рука, так отдай её. Ха-хе-хе-хе, нетушки. С удовольствием отберу твою руку. Да Хатаф она схватила меня за руку, в груди тут же застучал пулемёт. Кейтян, задам-ка я тебе нескромный вопрос, хочу поглядеть на реакцию. Ты когда-нибудь держался с девушкой за руки? Само собой, танцы у костра в школьном лагере не в счёт. Ух же, чертовка, прекрасно же знают, что они через что-то не проходил. Ну, если вычеркнуть летний лагерь, то выходит печально. Хе-хе-хе, так и думала. Этот ехидный смех Мион точно так же смеётся. Слышь, а ты точно Шион? Точно не Мион прячешься под личиной Шион? Думаешь, сеструх стала бы притворяться Шион? Да, я думал, что вы по правде двойняшки, но ты же смеёшься надо мной точь-точь, как Мион. А, думаешь ты хочешь? Всё равно ты относишься к нам по-разному. В каком смысле? Как бы сеструха взяла тебя так за руку, забилось бы у тебя сердце. Ещё как, от болезни, что вот-вот она приведёт на мне какой-нибудь болевой захват. Хе-хе-хе-хе-хе, Шон аж за живот схватилась от смеха. Чё так смешно? Аж до слёз и боли в животе. Да просто, жалко сеструху, она даже не может разволновать барня, держа того за руку. Позор, девчонка. И что вспомнилась казная когда-то кем-то слова. Надо тебе быть сеструхе родиться мальчиком. Как знать, я бы в неё сама рода влюбилась. Шучу? Хе-хе-хе-хе-хе. Мион сама как-то сказала, что хотела родиться парнем. То ли она девушкой хочет быть, то ли парнем. Кто её разберёт? Она просто ничего не понимает в жизни. Останься сеструху в покое. Ты вот всё время о ней отзываешься как-то так. Я недолюбливаю Мион за избавленность. С холодным видом произнесла Шион. Шион, так вы с Мион особо не ладите? Нет, почему же, вполне ладим. Только вот, видимо, есть много вещей, которые я как сестра не могу и простить. Ой, глянь туда. Разве не прелесть? Посмотрю, куда нам показывало. На ютренном знакомом магазине игрушек. Того магазина игрушек, где в то воскресенье развянулась клубная битва. Шион указывал на подборку хорошеньких кукол для девочек. И почему девочкам они так нравятся? Ну, так они же миленькие, разве нет? Кейтян, как по-твоему? Я барин, так что не особенно интересуюсь куклами. Кейтян, а какая кажется тебе самой милой? Делав меня за руку, Шион показал на витрину. Вы стояли в ней ровными рядками, как позирующие для фотоснимка сестрички. Некоторые показывались почему-то знакомыми. Вот ту четверку с краешку я уже видывал. О, знаменитости, значит. Раздашь Кейтян про них знает. Как видно, шо он впечатлилась. И совсем недавно завезли к нам из Англии. Здесь-то еще можно найти из-за бесценок, но в больших городах уже просто так не достанешь. Сколько бы девочке лет не было, такие штуки она обожать не перестает. Смотря какой человек, но я не знаю ни одной девушке, которой не нравилось бы плюшевые мишки да куколки. Даже моя мальчиковатая сеструха называет их милыми. Ого, милые даже для Мион. Офигеть. Да, вспомнил. В конце этого буйного воскресенья владелец магазина дарил их нами в качестве приза. А дарил всех, кроме Мион, она же его родственница. Вот это она лучшая. Пышная платье. Самая-самая. А, да, та самая, какую мне подарил продавец. Слышала. Отвечал Ишон тихим ясным голосом. Дядя Есер раздавал их благодарность за оживление воскресного состязания. Он рассказывал, что подарил их четверим с сестрюхиным друзьям. А тебе он, значит, отдал ту в платьице. Как она? Прелестная, правда? Как парень, не вижу смысла считать ее прелестью. Тогда как ты с ней поступил? У меня на них чему, вот ты отдал ее. А-а-а, вот в чем дело. То есть, вместо того, чтобы отдать куклу Шион, он отдал ее Рене, и из-за этого она обиделась. Наверное. А кому? И как только Шион Лубая задала свой вопрос с мозгу со щелчком, все стало на свои места. Я так рад, что вы сегодня все пришли, и исключительно благодаря вам событие вышло на славу. Вот вам кое-что в награду. И, дядя Исира, а мне почему не дал? Ой-ой-ой, видели вы когда-нибудь такую прелесть? Открыл свои сумки с атакосой, котян обнаружили маленькие плюшевые игрушки. О-о-о, какая миленькая! Я могу забрать ее домой, правда? Хм, а что же тогда в моей сумке? Опа. Это еще лучше. В моей сумке оказалась кукла в роскошном платье. Такими в семью играют. Вот тут же при кого взгляд Рены. Нет, еще и Сатака пялится. Погодите, а может и Рик Тян? Верно. Смотрели они только Рена, Рика, Сатака. С зависимым взглядом глядел, и еще кто-то. Ха-ха-ха, Кейттиану сучили такую, какая ему вообще не подходит. Она изо всей силы пыталась спрятать, ничем не выдает свое настоящее чувство. Не знаю, как сказать, да можно сказать хорошенькое, милое. Хороша определенно, только видят ли такие игрушки. Отнесешь ее домой, Кейттиан, и на следующий день тебя все стало называть извращенцем, могу? Подразнил имен обычным зловредным тоном. Я поглядел кругом, раздумываю, кому бы ее отдать. Передо мной стояла Мион. Одна Мион подарка не получила, поэтому я подумал подарить ей, но не подарил. Эээ, это мне? Это Рене? Спасибо! Отвернувшись от завислилых глядящий Мион, я вручила куклу Рене. Улыбавшись за спиной лицами, Мион потемнело. А я так и не заметил. Отчего я не отдал ее Мион? Ведь она одна не получила подарка, так разве не следовало подарить ей? Сам заметил, как что-то происходит неправильно, не так. А потом очутчивался намеренно. Мне уже лучше, как бы я не отдал ее Рене, даму мы вряд ли добрался. Ха-ха-ха-ха-ха, это точно. Я хотел бы отдать ее тебе, Мион, только вот, ну, неправильно как-то, по-моему. Я не заметил, в ту минуту потемнешь их очей, Мион. Хотел отдать ее Мион, так почему не отдал? Ха-ха, это верно. Иногда я задумываюсь, что не родилась мальчиком. Смеясь. Мион сама так сказала, поэтому я и не понял, как ее ранил. Твоя правда. Мион скорее крутая девчонка, ей это не подходит. Зато вот Шион Тян здесь самое место. Э-э, переспросила Шион. Такая форма Мион бы, несомненно, не подошла. Однако Шион Тян будет в ней на отлично. Э-э, что? Э-э. То есть, то есть, как Рена, Шион залилась краской, потупив глаза долу. Мион выглядел такой счастливой, счастливой от моей похвалы Шион. Она счастлива была слышать, что форма Шиона идет, пускай бы Мион, она и не подошла. А ну, она младшая сестра-близнец, Мион. Они с виду, как две капли воды, но характером разные. Да-да, снаружи не отличишь, но в начинке разница, ого-го. О, я ласковая, заботливая, Шион, холодная и страх вон гоняет. Сдает всю женственность, Шиона отняла у Мион еще в утробе. У него совсем не как у Мион, есть нежная, робкая, девичья улыбка. Выражение Мион стало причудливой смесью довольствия и рассерженности. Ее словно порадовало мое замечание о маловидности Шиона. Я опроткал крышку, глянув, внутри касовался превосходный обед, совсем не похоже на собранные объедки. Правда, можно? Наверное, какой-нибудь розыгрыш и вся еда напичкана табаско? Эй, я не сеструха, я с такими глупостями не занимаюсь. Я не хочешь мне что-то отнесу домой, сама съем. Я не сеструха, возразила она. Шиона постоянно утвердила, что не Мион она. Несколько раз повторила, не принимай меня за Мион, я Шион. Для Мион есть особенный смысл в том, чтобы жить Шион. Митян загадочная, она девушка, но видит себя по мальчишечи. Так сказала Рена. Но знаешь, Митян иногда может быть еще и очень женственной. Рена, скажи, сколько Мион тебе заплатила? Нисколько! Ну же, просто послушай, хорошо? Хорошо? Похоже, пошутил я не ко времени, Рена надылась. Митян командир клуба, наша старшая, поэтому не позволяет себе распускаться. Но на деле она очень милая. Я не хочу, чтобы ты это забывал, Кить-кун. Не было никакой загадки. Рена сразу сказала ответ. А теперь я себе уже больше не понимаю. Да! Я знаю, Кить-ян ничего плохого не думал. Я знаю. Да, Кить-куну мышленно ранить еще любо сердце не стал бы. Поэтому, Митян, тебе надо забыть про боль как можно скорее. Ну что со мною? Грущу я или злюсь? Не понимаю. Хотела ее? Ну ту куклу. Если Рена отдаст ее тебе, ничего, конечно же, не решится. Правда? Тогда, Митян, может попросишь его? Если объяснишься на чистоту, может быть все разрешишь? Ни за что я так не могу. Стесняешься, да? Я хочу перестать быть Мион. Хочу начать все сначала. И быть тогда более открытой. Хотя нынешние отношения с Кить-яном вполне устраивают. Но мне говорит себя любя. Я знаю. Ну вот, все заново. Рано или поздно Кить-кун поймет. Думаешь? Рена с тобой. Давай посмотрим, как сделать, чтобы Митян больше не грустила. Поверь мне. Я больше не позволил, чтобы Митян плакала. Поверю. Поверю. Уверена, Кить-кун тебя поймет, Митян. Он извинится за свою бесчувственность. А затем отведет Митян в тот магазин и подает ей куклу. У-у-у. И тогда ты скажешь ему спасибо, хорошо? Больше не дразнись. Не бойся говорить прямо. М-м-м. Хлюп. Если скажу, что хотела бы, Кить-ян, купишь мне подарок? Спросила тихонько Мион, тщетно пытаясь утаить смущение. Неловкость передалась мне. Я тоже попытался ее скрыть. Лады, Мион, за сегодняшний день я куплю тебе что угодно. Дурацкий себя чувствую, говоря такое. Но раз она решила не отступаться, то я пойду до конца. Ну-ну, я же не Мион, я Шион. Лады, Шион, тогда я покупаю подарок, Шион. Не отвечая, Шион смещенно глядела под ноги. А затем подняла руку и показывала на куклу в роскошном платье. Ты, ты, ты точно уверен? Та в платье, она говорит, очень дорогая. Не в цене дела. Главное, какие чувства. Я так обрадовалась, что Кить-ян спас меня от противных посетителей. Никто не пытался помочь, даже старше, но ты помог. Помнишь, как оттянул меня за плечо? Ты был невероятно классный. А я застеснялась и даже не поблагодарила, как надо. Положив ладонь ей на волосы, пошуршал ее и туда-сюда. Точно так же, как треплю волосы Рене. И Шион сразу же запунционировала, точно как Рена. Не переживай еще, тогда следовало так сделать. Тогда бы ничьей улыбке не пришлось меркнуть. Шион промолчала. Я с ней упорно смотрела под ноги, удерживая себя, то ли от улыбки, то ли от слез. Сейчас вот пойду и куплю. Подожди здесь. Ох, я бы хотел пойти с тобой. А снова ухватила мясо за руку. Я больше не дергался. Думаю, теперь мне понятно, почему сеструха тебя обожает. Это... Китян, ты не против? Если я в тебя немножко влюблюсь. Вот неожиданность тебе глазами все поплыло. Что-что-что со мной? Мученьки нету стоять. Растиран, улыбаясь, я потащил шоу на магазин игрушек. Ну что же, давайте на этом закончим очередную серию. Всем большое спасибо, кто смотрел. Если вам понравилось, сами знаете, что делать. С вами был Эпико Хиоро и Хигаши. И всем пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.